Главной интригой законодательных инициатив, за которыми следило рыболовное сообщество, была волновавшая всех тема фиш-карт. Действительно ли теперь, взяв в руки удочку, нужно будет не забыть и некоего удостоверения? Эксперты, приглашенные в пресс-центр, развели все сомнения на этот счет. Нет у нас лицензионных центров, которые что-то подобное выдают и так далее. То есть это просто какая-то шутка, которая была очень успешно растиражирована в средствах массовой информации. Их даже где-то в газетах отпечатали, где-то в интернете, на форумах, из уста в уста на водоеме. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, точно можно сказать, никаких удостоверений рыбаков, любителей рыболов, любителей сегодня не существует. Главным нововведением стала закрепленная на законодательном уровне возможность свободной и бесплатной рыбалки на общедоступных водоемах. Правила это имеют лишь незначительное исключение. Пруды обводненной карьеры могут находиться в частной собственности, вместе с земельным участком, на котором они располагаются. Любой человек, в принципе, может оформить это в частную собственность. Все любительское рыболос, соответственно, будет осуществляться в соответствии с его согласием, так скажем. Многомиллионная армия рыбаков ждала от нового закона решительных мер против варварских орудий лова. Километры браконьерских сетей наносят ущерб и рыбе, и честному любителю. Подъехал рыболов, начинает кидать свой спиннинг и цепляет своей блесной, своей снастью какую-то сеть. Он не знает пока, естественно. Ну, так как люди все взрослые, как правило, не дети, все понимают, где там рыбколхозы есть, а где нет, в какой-то там речушке. Сетки они не ставят. Вот он ее вытаскивает. И в этот момент, когда он отцепляет свою снасть от сети, подъезжают ваши коллеги, и вот я тут должен доказывать, что это не я поставил. Новый закон прописывает четко. Использование любых сетей запрещено практически на всей территории России. Так же, как электроудочек и эхолотов у подводных охотников. Кроме того, установлена суточная норма вылова. В каждом регионе она своя, но в среднем это не более 5 килограммов. В целом, новый документ серьезных возражений у рыболовов не вызывает. Изменит ли он жизнь миллионов любителей к лучшему, покажет правоприменительная практика. Владислав Жирнов, Алексей Велемискин. Новости губернии. Уже всегда, наверное, было. И первый год не последний.